Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Сегодня у нас на Средин Динея. Родился как Альфонс Этьен Динея 28 марта 1861 года в Париже. Был французским художником-востоковедом и одним из основателей общества французских художников-востоковедов. Данное я беру из переводной Википедии. Он был так очарован Северной Африкой и ее культурой, что принял ислам и хорошо знал арабский язык. Помимо своих картин, он переводил арабскую литературу на французский язык. Кстати, в 1865 году, через 4 года после рождения Динея, родилась его сестра Жанна, которая впоследствии станет его биологом. Учился в лице Генриха IV, где среди учеников был и будущий президент Александр Милеран. Окончил школу в 1881 году, поступил в высшую школу изящных искусств, а затем в студию Виктора Гаплана. На следующий год, в 1882, он уже учился в Академии Джулиана Ульяма Бугеро и Тони Роберт Флери. Впервые выставлялся в салоне французских художников. Совершил свою первую поездку на восток, на юг Алжира в 1884 году с группой Энтмологов. В следующем году уже совершил вторую поездку на правительственную стипендию, на этот раз Лагуат. В то время он написал свои первые алжирские картины. В 1889 он получил серебряную медаль за живопись на Всемирной выставке. В том же году основал Национальное общество изящных искусств вместе с Пьюи, Дешаваном и Мейсонье. Ну, там еще некоторые были другие художники. Затем основал Французское общество стыковедов вместе с Лянсом Бенедитом, директором Люксембургского музея. На Востоке проводил три четверти каждого года. Как я уже говорил, он принял ислам, потому что был очень очарован Северной Африкой. Объявил о своем обращении в ислам в частном письме в 1908 году и завершил свое официальное обращение в 13-м, после чего изменил свое имя на Наср-Эддин-Динет. Вместе с женой совершил хадж Мекку в июле 1896 года. Был назван кавалером Ордена Почетного Легиона и участвовал в международной выставке, посвященной столетию литографии. Надо отметить, что картины Дене чрезвычайно консервативны по сравнению с модернистскими художниками, такими как Андрей Матис, который тоже посетил Северную Африку в первом десятилетии XX века. Понимание данной арабской культуры и языка отличало его от других художников-фастыковедов, потому что, будучи арабоязычным посетителем, он мог найти обнаженные модели в сельских районах Алжира. До 1900 года большинство его работ можно было охарактеризовать как анекдотические жанровые сцены. Помимо того, как он все больше интересовался исламом, он стал чаще рисовать религиозный сюжет. Активно занимался переводом арабской литературы на французский язык, опубликовав в 1898 году перевод арабской эпической поэмы Антараха имен Шадада. Да, умер в возрасте 68 лет в 1929 году. Ну вот все, что мне удалось найти о Насредин Динея, французским художником-фастыковедом и одним из основателей общества французских художников-фастыковедов. Все, пока-пока, смотрим картину. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok